МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот сегодня у Международный день обороны детей. Телеканал «Беларусь-4 Брест» выросший подарить такую макшимость мне и иншим детям. Так что мы начинаем. В инвестиционном социально-экономичном развитии Брестской области в первом квартале года инвестиционная деятельность стали основными пытаниями парадки дня посяжения областного выконавшего комитета. В дело в его работе взял вице-премьер Республики Беларусь Анатолий Калинин. Открываючи посяжения, старшиня был выконком Анатолий Лиз одразу отзначил. Выники социально-экономичного развития Брестчины в первом квартале бягучего года покуль не задовольняют теплые меры. Не выконывается один из основных показчиков темп росту волового регионального продукта. В первом квартале неодренно спрацевали промысловости сельская господарка, а вот будовники подводят. Больше всего, что нас волнует, мы это отмечали. Если бы у нас строительный комплекс нашей области сработал лучше, хотя бы на уровне прошлого года, то мы бы выполнили прогнозные показатели по ВРП в целом области. Анализуючи работу конкретно каждого района, на посяжение отзначили Кобринске, як один, який выконвое усе показчики. У аутсайдерах город Баранович и Маларыцкий район. Что не дозволяя працевать эффективно, у полной меры, головное питание, на яким засерудили увагу дельники посяжения. Пошук причин привел до высновы. Потенциал, как выправить становища, в области есть. Хотим ответить, что в апреле экономика области развивалась положительная динамика. Как результат, это поварка вырос в сравнении с первым кварталом на 1,3%. И превысил средний показатель по риску. Производительность труда по ВРП в оценке увеличилась на 1,4% до 99,1%. Становчивая динамика уже вызначается. Головное, как отзнающего старшиня был выконкам Анатолий Лис, у всем керавникам ГАР, рай выконкам, у предприемствов и организаций, на местах необходимо видеть и разуметь, что необходимо делать и в каком на керунку работать. Так само, дельники посяжения разглядели пытание инвестицийной деятельности и ход на рыхтоке корму и готовность сельско-господарших организаций региона до уборки урожаю. Людмила Салцина, Тегра Накопян, Телли, радиокомпания «Брест». Один день в партизанском Матраде пропоновали провести наведывальникам мемориального комплекса партизанской славы Хованшина, что и в Советском районе. Татьяна Болтус так само побывала там. 1942 год. Фашисты ведут на расстрел жихаров в вёске Затиша. Черговые зверства с засовезью мясцовых жихаров с партизанами. Вось-вось прогучают стрелы, но этот бой на себе примает звичайный разведчик. Худка уже появится, и партизаны зрозумели, что силы противника значно первозаходили, но людей вырытывали. На жаль, вёска так и сидел необыт. Мы просто попадаем в машину времени. Как будто бы переносимся. Не видишь ни зрителя, ни машин современных, ничего это не было. Вот есть конкретно. Задача поставленная – бежишь, и каждый раз сердечко стучит и играет. Не было спокоя и в партизанском шпитале не хапало ни медикаментов, ни перевязочного материала. Повседневная работа – это тоже часть большой войны. И каждый, кто делал самое маленькое дело, самую маленькую работу, он всё равно приближал эту большую победу. Неподалёку командиры распроцовывают план боевой операции. Сувязист с пробоем передать на великую землю важную информацию – партизаны рыхтуются до боя. Тут же люди с 2016-го, быцем две реальности, сутыкнулись. Тая военная повстала перед очимой Ивана Тарасевича. В пинском партизанском излучении воевал два года. Приятно, что очень много молодёжи. Молодёжи в будущее. И надо, чтобы не забывали, чтобы помнили историю. Первый партизанский отрат тут на Ивацевицкой земле заявился уже на 112-й день войны, когда народ стихийно узнялся набрать бускарниками. Хованщина стала центром партизанского руху. Если работать – так работать. Отдыхать – так отдыхать. Воевать – так воевать. А если за правое дело, то это ещё, конечно, вдвойне воевать. Мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина заявился на территории жительских лесов 45 лет тому. То, что сделал советский народ, не передашь словом «подвиг». Это мало. Люди сдействовали справедливый суд всей страны. И они сделали невероятное. Наша же миссия простейшая – не дать сысти их подвигу у меня быт. Татьяна Болтут, Александр Воронин, Александр Севицкий, телерадио-компания «Брест». Каля 6 млн. охвер что годово. «Брест» на опередине долучилось до сусветного дня без тетюню. По данных социологического доследования, в области курить омаль 28% насильництва в возрасте от 16-ти годов. Перед регионом стоит серьезная задача – снизить уровень уживания тетюню в три раза. Зменить сумную статистику может каждый. Треба только отмываться от згубной звычки. Агитацию по борьбе с тетюнем специалисты центра гигиены и эпидемиологии разгорнули на центральном чекуночном вокзале. До речи он находится у пиролику месту, где заборонено курение. Тут с теми, кто еще не отмывался от шкодной звычки, проводят профилактичные гутерки. Раздают листовки и рассказывают про наступство уживания тетюню. Это заболевания органов дыхания, бронхиты хронические, это туберкулез. То есть у людей ослабленных такие могут быть проблемы. Это проблема рождения полноценных детей. Страдает репродуктивная система как у женщин, так и у мужчин. В зале шакания с людьми працуют психологи. Прошелший тест, человек может доведаться, до какого типа курильщика он относится. Для одних это просто забава, для других уже необходность. Заходяши с этого, специалисты вызначают ступень никотиновой залежности и готовность отмываться от зубной звычки. Чем более зависим человек, тем сложнее отказаться от курения. Сегодня, в частности, мы можем предложить помощь в определении степени зависимости и готовности от зависимости. А в дальнейшем предлагаем консультации в нашем отделе общественного здоровья, чтобы помочь людям отказаться от такой вредной привычки. Что год у республицы от тетюневой залежности геникаля 15 с половой тысяч человек. Специалисты учат, что борьба с курением в первую очередь повинна закрануть молодь. Больше не начинать, чем потом кидать. Я никогда не курил. Считаю, что это не имеет смысла. Лучше сходить на стадион, позаниматься спортом, чем выкурить лишнюю сигарету. Гана Галёта, Сергей Мецевичук, телерадиокомпания «Брест». А теперь вертаемся до детских мар и жаданий, которые вместе с вами. Поваженные телеглядаши сегодня здесь сняет телеканал «Беларусь-Шатыр и Брест». От сердца до сердца. Так называется доброчный телемарафон в поддержку детства. И взять удел у имможа кожных, кто разом с нами выполнены. Чужих детей не бывает. Это маленькие брастовчане в першине в роли телеведущих. Миновито дети станут с оправданными зорками телемарафона. А допомогать им будут ведущие телеканалы «Беларусь-Шатыр и Брест». С 7 до 8 вечера в першине в программу эфира яны будут здесь снять детские мары. Все дети прошли серьезный отбор, дославши свои виды и визитки. Яны выдатно держатся в кадры и на ровне с дорослыми коллегами мкнутся створить добрый настрой телеглядачам. Мне сегодня очень понравилось. Я волновалась, но потом стало уже нормально. И сомнения все пропали. А вот Иван Зинович только рыхтуется, долучится до наших телеведущих. Я испытываю небольшое волнение, так как это мой первый раз все-таки с неизвестными людьми репетировать прямой эфир. А как ты считаешь, что самое главное для телеведущего? Уметь шутить и не теряться. Телеведущие Катерина Страха и Игорь Пашечко обещают. Ускладанный момент обовязково придут на допомогу дебютантам. Огромное количество эмоций. Все детки живые, интересные, яркие, харизматичные. Ведь не зря из такого огромного количества претендентов мы выбрали именно этих деток. Мы выбрали лучших из лучших. Мы становимся старше, у нас появляются какие-то, возможно, штампы. А когда дети приходят в студию, они абсолютно открыты, они где-то волнуются, они где-то ведут себя так, как хотят. И поэтому мы от них учимся и получаем вот эти заряды. У марафон добрых справ включился весь коллектив телерадио-компании «Брест». Шматликие гости, шмадзетные семьи, детячие таленты, мары и незвычайные захопления, сюрпризы и, конечно, подарки детям от гостей студии у всех необъяковых людей. Головная мета телемарафона «От сердца до сердца» «Допомога Кобринскому детячему дому». По адресу улицы Куйбышева, 64, на протягу сегодня мы принимаем подарки для выхованцев детячего дома. Зараз у них находятся 42 детяти, 34 хлопчика и 8 девчонок от 3 до 8 годов. Им верьме необходима любая ваша допомога. Для благоустройства жизни наших деток, для создания условий их жизни это и краска, это, возможно, финансовое приобретение какого-то игрового, выносного оборудования в летний период. Необходима детская обувь, необходимы памперсы, игрушки, канцтовары. Это, наверное, основное то, в чем мы нуждаемся. Можно так само перелечить грошовые сродки на доброчинный рахунок. Его номер вы бажите на экране. Таким чином, дорогие телеглядцы, у вас есть мягчимость допомогти детям Кобринского детячего дома изробить для их свято запоминальным. 1 червня давайте зберемся разом на канале «Беларусь 4 Брест» и согреем клопотом выхованцев Кобринского дома детяти, потому что чужих детей не бывает. Мирослава Маньковская, Сергей Матвичук, телерадио «Компания Брест». И таким чином мы с Полиной запрашаем усеих долучаться до добрых справ разом с каналом «Беларусь 4 Брест». И уже совсем худко. Прас 10 хвилин распашнется другий блок телемарафона. Дякую, Полина, за допомогу. Дякую и вам. Не переключайтесь. До встречи.